Сколько нужно опыта у нас на новый танк? Давайте. Нет, обновлять игру не надо пока, это еще открытый тест, так что все нормально. Обнова, как говорили, будет скорее всего где-то во второй половине сентября, если мне память не изменяет. Так что до обновы еще будет шанс накопить свободку. В обновлении 6.3 нас ждет новая ветка. Новая ветка это сборная Европы, которая состоит из танков разных наций. Мы сейчас посмотрим сколько стоит исследование модулей для каждого определенного танка, потому что не факт, что все смогут там сразу выкачать. Либо у кого-то хватит свободки, например, только на прокачку определенных модулей, а каких-то танков, а остальные танки не будут вкачивать все сами собственными ручками. В общем, мы сейчас посмотрим и разберем что и как и почему. Начнем с первого левела, прокачивание первого левела у нас 45, 45, ну короче тут все просто. Потом 210, 900 пушка стоит, 450 двигло стоит. Тут у нас получается 700 стоит исследование третьего уровня. 1100 башня, 1150 пушка, 980 двигло и 1050 у нас опыта стоит исследование гусениц. Четвертый уровень, чтобы исследовать нам необходимо 2500 опыта, башня 1170, пушка 450, двигатель 760 и гусеницы 7000. Самая дорогая штука это гусеницы, вот это поворот, я думала пушка важнее всего. Ладно, 8000 у нас стоит исследовать пятый уровень, потом у нас башня 5000, пушка 5000 исследования, двигатель 1120 и гусеница 9000. Шестой уровень, чтобы исследовать нам понадобится 24500 опыта, боевого, свободного, ну либо свободного опыта, то что будет тратить. 5500 опыта на исследование башни и 16000 опыта на исследование пушки, двигатели у нас 2, нужно будет прокачать 6300 и 7500 опыта до топового двигателя и гусеницы 5150. Седьмой уровень, чтобы прокачать необходимо 53400 опыта, свободного, либо боевого, что уже достаточное количество в принципе, 10000 и 3 десятых опыта на башню и 11700 на пушку топовую. 7500 нужно будет на двигатель при топ и на топовый двигатель 13500, гусеница у нас будет 8500, следующий уровень у нас 8, для того, чтобы прокачать, да блин, у меня вентилятор, походу я сейчас попробую. Чтобы прокачать следующий танк нам необходимо будет 87200 опыта, на башню 15700, на топовую пушку 19800 опыта, на двигатель при топовой 15800 опыта, на топовый аж 27000, ёпарасоте. То есть вы будете ползать, ползать, страдать, страдать, короче, на стоковом двигателях, потому что разница в принципе существенная по сравнению с обычным двигателем, который первый стоит и при топовом. И гусеница у нас 14000 исследований стоит. Наконец-то 9 левел. Для того, чтобы получить нам необходимо будет 162000 опыта, башня 30000 опыта и пушечка у нас целых 68000. 8600 опыта стоит дофига, если честно. Двигатель 35000. Мне уже плохеет. Несите успокоительное, Таня. И так, получается гусеница 28500 опыта. На сам топ Параджета нам необходимо будет 250000 опыта. И мы сейчас посмотрим, сколько всего нам придется потратить опыта свободного, если мы решим прокачать все и сразу чисто за свободку. Сколько нужно будет накопить до этого обновления. Не забываем прожимать ваши лайкосики за это. Я не могу выключить солнце, но мне вот прям вот... Солнце светит прямо в глаз, в щель тут у меня напротив, между шторами. Ну что, ребят, пошли делать самый увлекательный процесс, на самом деле, нет. По выкачиванию топа. Следуем башню, следуем пушку. И, наконец-то, про гетто, про жетто, сфогетто, подгуретто, как его там только уже не называют, исследовать. Считаем, сколько же у нас понадобится опыта. Итого нам надо, короче, почти лям свободного опыта. Почти лям свободного опыта, 967200 свободного опыта, необходимо для того, чтобы прокачать до 10-го левела со всеми модулями, которые есть у всех танков. Вот. Лям! Лям! Господи, у меня нет столько свободного опыта, придется ручками качаться. Надо прокачаться, надо, надо прокачаться. Будем мы качаться, короче, понятно. Все будет на стримах. Подписываемся на канал, ребят. Прожимаем лайки. Ну, ребят, ну и кто за что будет ручками будете вкачивать или будете за свободный опыт сразу ветку вкачивать, пишем, короче, в чатике, в комментариях, там везде, что вы вообще думаете по этому поводу. Стоит ли это ваших страданий или будете ждать, когда ветку обнут. Мы сейчас побыстренько выкупаем всю веточку и смотрим, сколько же мне необходимо будет серебра для покупки всей техники. И выводы ее до 75% экипажа. Итого нам понадобилось 15 миллионов. 15 миллионов? 695. Что, серьезно? 15 миллионов? Там всего столько? Короче, для покупки всей ветки у меня ушло 15 миллионов 695 тысяч 205 кредита. Что-то мало. И до выводов 75% экипажа. Ну, если сейчас оборудку ставить, я уверена, у меня все серебро нафиг слетит, потому что оборудку просто трындец сколько стоит. И заодно сейчас посмотрим, сколько у нас серебра все-таки придется потратить для того, чтобы поставить всю оборудку на танки с 5-го левела по 10-й. Итого еще получается 15-16 лямов нужно еще плясануть 11,5 миллионов серебра. Ну, то есть нам надо дофига серебришки для того, чтобы прокачать все танки и кататься на них оборудованных в общем и так далее.